Девушки отдыхают 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 Лин! Будешь сопротивляться, пострадаешь Не сопротивляйся Нужно снять защитное поле Иначе не сможем выйти из пастилин Община Мы существуем вместе Но без Лин Наша община разбита Справедливость Мы настаиваем на том, чтобы скинрайдеры ее вернули Ответь Ответь Если бы ты знал, каково это терять близких Ты бы помог Даша, слышите меня? Даша Реакции нет Пульс 80 Секунду Совсем ничего Даша, слышите меня? Даша Даша, вы меня слышите? Даша, прошу вас, вы должны бороться Даша Получается? Я знаю лишь пару символов Не знаю, есть ли смысл в моем послании Эзра знает, что ты пытаешься Ты нашел блокнот Какие это каракули Скоропись Это мой личный код Чтобы быстрее вести записи встреч с пациентами Никто в мире не мог написать этого, кроме меня Я был одним из поселенцев И что все это значит? Что мы все уже были здесь раньше? Тогда почему обелиск не сказал нам? Он хочет нас контролировать, использовать Что еще он скрывает? Хотелось бы выяснить И что нам делать? Сжечь дотла Или разобрать на части Я не могу этого разрешить, Эзра Из-за него я вдали от жены Из-за него твоя жена вообще была рождена Быть одной из них хуже смерти Надеюсь, ты это запомнишь Если она станет скинрайдером Самым милосердным Будет лишить ее жизни Субтитры создавал DimaTorzok Ты проснулась? Жаль, что пришлось с тобой так Выходы охраняются, так что... Мы не так уж отличаемся от вас Мы заботимся о своих Уважаем высшие силы и работаем Что с тобой случилось, Сайлас? Все только об этом и спрашивают Мир изменился, Лин Я изменился И могу помочь измениться и тебе Где Эзра? Эзра? Его убедить будет нелегко Если то, что ты здесь делаешь Может ему навредить Я тебе не позволю Я всегда восхищался Твоей силой духа, Лин Даже когда ты не права Сейчас самое время сотрудничать А если я откажусь? Искры усердно трудились, чтобы возродить тебя, Лин Жаль, если придется уничтожить плоды их работы Искры усердно трудиться Искры усердно трудиться Поле еще не снято, так что Как дела, можно не спрашивать Вот Ты весь день не ел Сама приготовила Что? Не ожидал, что я умею готовить? Вода и трава Хотела пожарить бургеры с картошкой Но решила, нет Абрам захочет воды с травой Я не умею готовить Готовкой занимался Дункан Пасты, пироги, десерты И никогда не следовал рецепту А за такого надо держаться? Да Думаешь, Искры смогут его воссоздать? Ведь он теперь скинрайдер То есть могут ли существовать два варианта одного человека? Простой ответ Нет Дункан жив Искры не создают то, что уже существует А если он умрёт? Тогда они его воссоздадут? Искры дают жизнь человеку, потому что он будет полезен общине А не потому, что ты вежливо попросила Конечно, он будет полезен общине Чтобы Дункан не делал всё для людей Он совершенно бескорыстен Дункан – человек, да Не его вина, что он скинрайдер Как Яра, ты его защищаешь А ведь он напал на тебя Настоящий Дункан на это не способен Не я решаю, кого возродить, Фина Не нужно убеждать меня Значит, единственный вариант убрать паразита из его тела Паразит сильнее, чем ты думаешь Его власть над носителем абсолютно Он его никогда не отпустит Ты был воссоздан Я запрограммирован Мне отвечать Дункан Что с тобой случилось? Ты голограмма, Фина Личность из дрона Дрон мог сам тебе сказать об этом Но я заблокировал его доступ к тебе Я не понимаю А где это мы? Он так сильно тебя любит Слепо Одна мысль о тебе вызывает в нём боль и желание Я вижу всё это здесь В его разуме Кто ты? Теперь Дункан – это я А его самая большая слабость И его великое безумие Это ты Он Кричит На меня Умоляет меня Потому что знает Как только я тебя найду А я тебя найду То сразу убью И я хотел, чтобы он об этом знал Эзра Мы зашли не с того конца Обелиск направил тебя найти это оружие Жёлтое, говорит, оно сделано для уничтожения прародителя Весь архив на скинрайдеров? Не просто архив Скорее центральная нервная система Вышибем её Ослабим всю их общину Или убьём их Мы не знаем мощности этого оружия Она права Дункана мы не убьём Никто и не говорит Но мы здесь в заперти И найти прародителя мы не можем Что предлагаешь? Поторговаться Они разрешат спасти Лин Мы найдём прародителя И рискнём жизнью Дункана и Сайлоса и всех остальных Это даст нам время Спасём Лин, затем остальных и только потом уничтожим прародителя Или будем блефовать Притворимся и будем искать прародителя Не получится Они поймут А нам нужна их помощь И их защита Мне это не нравится, но я согласен А если не сможем спасти Лин? Сможем Надо лишь помнить, что спасать идём её Что ты так смотришь? Хочу убедиться, что все согласны, что в этот раз спасаем не Дункана У Лин мало времени, вытаскиваем её Я поняла цель операции Хотел уточнить Значит, заключаем сделку? Они так или иначе заставят нас искать прародителя Сможешь передать этой обелиску? Вот сейчас и выясним Знаешь, что это? 150 человек Целая община Их воспоминания, их ДНК, всё внутри этого дрона И ты там И Эзра И кое-кто ещё Кайли? Мамы! Как? Вот каким ты стал Жестоким? Смерть жестока, Лин Она лишает нас тех, кого мы любим И хоронит их навсегда А если я скажу тебе, что есть способ общаться с мёртвыми Увидеть и почувствовать их воспоминания В любой момент Не через машину, а свой разум Кристалл у тебя в шее Ты всегда была умной Кристалл – это разум организма, который мы называем компаньоном Это друг И советник Но человеческий мозг всё время ему мешает Замедленная реакция, странные решения Сопротивление Что тебе от меня нужно? Дрон и искры ткут нервные проводящие пути головного мозга Хочу блокировать некоторые Дать большую власть компаньону Я не нейрохирург, я не могу помочь Мне не нужен хирург, Лин Мне нужен объект для испытания Просто уколи себя Компаньон сделает всё остальное Как только ты станешь одной из нас Займёмся дроном Сам вкали и покончим с этим Ты недооцениваешь Лин, Джакс Она всегда делает верный выбор Не знаю, как перепрограммировать дрон для того, что ты просишь И какие нервные проводящие пути надо блокировать Если отключим ните, её парализует, и она превратится в овощ Или просто умрёт Ты не знаешь как, Дункан Потому что не спросил Есть что-то неизвестное прародителю, Джакс? Прародитель знает всё Помнит всё и всё хранит А он понимает, как работает человеческий мозг? До каждого нейрода А он понимает тонкости конструкции этой машины? А, Дункан? Несомненно Тогда неси дрон к прародителю И не возвращайся, пока не узнаешь всё А если он сбежит, как тогда? Ты пойдёшь с ним В нашей общине нет ненависти Здесь ей не место Алин? Он придёт за ней Я очень надеюсь Чего вы ждёте? И это их ответ? Одно слово? Значит, мир Полный период Я вам разрешаю Мы вернёмся с Лин Или не вернёмся совсем? Тритан Германы 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 Продолжение следует... Думаешь, Жёлтая была права, что самым милосердным для скинрайдеров будет убить их? Я не убью Сайлоса. А я не убью Дункана. Но что, если другого способа нет? Всегда есть другой способ. Будь оптимисткой. Убивать паразита нельзя. Сайлос сказал, это убьёт и его. Может, он солгал? Я знаю брата. Он не лгал. Тогда Искры. Они исцелили Абрама. И как ты убедишь Дункана искупаться с Искрами? Ладно. Ты же вроде у нас оптимист. Таша! Таша! Таша, это Абрам. Моргни, если слышишь меня. О, детка. Что-то ищешь? Мой блокнот доказывает, что я уже здесь был. Когда-то. Может, это значит, что и Таша была здесь. С чего ты взяла, что твоя жена была возрождена? Эзра и Линн, Финна и Тункан. Всех системно возрождают парами. Вряд ли четыре человека – это надёжный статистический пример. Дело не в статистике, а в социологии. Если хочешь создать общину и нарожать детей, нужны сильные моногамные отношения. Чтобы родить ребёнка, моногамия не нужна. Верно, но нужны прочные семьи. А без этого никакой цивилизации не будет. Ты поэтому ищешь Ташу? Доказать системный подход? Я любил жену. А когда потерял её, то и жизнь потеряла всякий смысл. И сейчас так. Теперь смысл твоей жизни – возродить человечество. Это работа. А Таша была моим светом. Её можно возродить? Я хочу кое-что тебе показать, Абрам. Сканирование подтверждает, что умерли они от вируса. Но эти могилы могут рассказать много интересного. Нет надгробий и надписей. Непонятно, кто именно похоронен здесь. Я могу помочь. Её звали Розарио Хернандес. Ты можешь опознать этих людей? Только если их ДНК в моей базе данных. Покажи остальных. Ну вот опять. Мы снова вместе, в пути. Ты, наверное, в восторге. Вырвал бы тебе язык с радостью. О, Джакс. Ты, как всегда, душка. Я знаю, каков ты, Дункан. Сайлос думает, ты нам полезен, но ты больше человек, чем мы. Я был болен, Джакс. Человек меня уже больше не контролирует. А сегодня утром? Я проследил за тобой до леса. Видел, как ты использовал дрон, чтобы вызвать ту женщину человека. Что здесь смешного? Ты, как гестаповец, вот я и смеюсь. Ты видел, но не слышал нас. Я угрожал моему носителю. Не смей сомневаться в моей верности. А давай проверим. Твои знания об этом дроне, о его работе. Ты мог бы поделиться этим с любым из нас. Да, я мог бы послать тебе эти знания. От компаньона к компаньону. Только зачем они тебе? Ты бросишь свой посох, и днями напролёт будешь сидеть над дроном. Кто ж тогда будет нас донимать, Джакс? Кто, если не ты, будет рычать и орать? Не лишай нас этого. Жизнь утратит всякий смысл. Убьёшь меня. И совет приговорить тебя. Оно бы того стоило. Иди. Заговоришь? Вырежу язык. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я перестану приносить еду, если и дальше не будешь есть. Ты же умираешь с голоду. Помню, ты любишь оленину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вкусно, да? Признай. К такому можно привыкнуть. Ещё не решила присоединиться к нам? Взвешиваю все «за» и «против». Ты не изменилась, Лин. Жаль. А тебе так сказать не могу. Ты не знаешь, от чего отказываешься. Ты можешь стать членом общины. Муж моя община. Этого достаточно. Формально он тебе больше не муж. Пока смерть не разлучит нас. Помнишь? Я помню. Помню, ты был его шафером. И помню тост, который ты произнёс. Все, абсолютно все смеялись. А потом почти все плакали. Потому что все знали, как сильно ты любишь брата. Я помню это. А ты? Помню, как колени дрожали. Голос прерывался. И сердце колотилось. Я был слаб. И хрупок. А теперь всё иначе. Мне начинает казаться, что правильный выбор ты не сделаешь, Лин. Я никогда не присоединюсь к тебе, Сайлас. Никогда не откажусь от тебя. Не хотелось делать это насильно. Ты сейчас злишься. Но когда установится связь с компаньоном, мы посмеёмся над тем, как долго ты решалась. Сладких снов. Личность неизвестна. Не знаешь, кто здесь похоронен? Их ДНК нет в моей базе данных. Взрослый или ребёнок? Ребёнок. Значит, у них родились дети. А можешь определить возраст ребёнка по останкам? Примерно семь лет. Значит, поселение продержалось как минимум восемь лет. Если только искры не восстановили ребёнка, которого нет в моей базе данных. Продолжай. Будем отмечать неизвестных. Странно. Я был одним из них. Почему я не помню своей жизни здесь? Возможно, состояние твоего мозга было записано не здесь. Эйприл Спрейк. Неизвестный. Кто их похоронил? Другие поселенцы? Те, кто стали скинрайдерами? Кто бы это ни был, они проявили уважение к умершим. Камни аккуратно выложены, тела аккуратно сложены. Алтайя Келлер. Неизвестный? Нет, этого мы знаем. Нам их никогда не найти. Люди оставляют следы. Следов нет, шёл снег. Но даже если мы их найдём, они вооружены лучше нас. Лучше знакомы с местностью. Скорее всего, заняли оборонительную позицию, и у них заложник. У них преимущества, бесспорно. Все преимущества. У них маленькая армия. А мы Рубин Гуд и маленький Джон. Я не так хорошо стреляю. А ты мельче маленького Джона. Я серьёзно, Эзра. Нужно подумать, как будем действовать. И быть готовыми отступить, если... Если? Если Лин уже одна из них. Отказывая признать такую возможность, мы все подвергаемся опасности. Если мы с тобой заразимся, мы никак не поможем Абраму, не поможем Сайлосу и Дункану. Ты права. Если ничего не поделать, мы отступим. Сколько? Кажется, один. Предупредит остальных. Думаю, уже. Стой! Не надо! Что с тобой? Ты бы убил его. Он враг, Фина. Его контролирует паразит. Который пытался нас убить. Ты что думала, мы будем тут делать? Вежливо их просить? Убив его, мы ничего не выиграем. А если проследим, он может привести нас клин. Будем держаться на расстоянии вне поля зрения. Посмотрим, куда приведёт. Выследим его по снегу. Вставай. Ноги болят. И мне нужно отдохнуть. Ты уже отдыхал. Час назад. Если хочешь меня понести, милости прошу. Ты не был таким ворчливым в поселении. Помнишь? У тебя было даже чувство юмора? Слабого человека. Ой, да ладно, всё было не так плохо. Не компаньон, да, но... Тоже ничего. Взглянем, не хочешь? Как в старые добрые времена. Что ты делаешь? Вызываю старого друга. Назови себя. Ты всегда был нервным. Это не изменилось. Выключи. Что это? Я сказал выключи. Джакс против Джакса. Два силача. Кто же победит? Тот, который с пистолетом? Или тот, что воняет? Ладно, ладно. Я хотел пошутить. Плохая была затея. Твоя жена куда интереснее. Джакс? Что со мной? Как ты сделал так, чтобы она запала на такого, как ты? То есть, дело явно не в обаянии. Что происходит? Такая нежная, такая светлая. Противоположности всё же притягиваются. И где же чувство юмора? Вот чёрт. Шуток ты не понимаешь. Я ждал, пока ты очнёшься. Чтобы ты видел, как я ухожу. Нет. Ты не можешь идти к прародителю без меня. Эй. Эй! Я замёрзну насмерть, если ты бросишь меня здесь. Как долго Эзер здесь жил? Паскану невозможно определить. Ты опознала его скелет. Значит, он есть в твоей базе. Его ДНК и состояние мозга – да. И мои. И финны. Тоже. Так я знала, что должна впустить вас в поселение. А Таша? Моя жена. Посмотрим другую могилу. Нет. Ответь на вопрос. Она есть в твоей базе, да или нет? Зачем тебе знать? Потому что я должен понимать, есть ли ради чего жить. Они спрашивают меня, могут ли перестать кормить тебя. Могут ли отключить аппараты и дать тебе уйти мирно. Как они могут спрашивать такое? С таким же успехом они могут просить меня умереть. Что я без тебя? Господь Всевышний, я никогда не просил тебя о чуде. Но прошу, умоляю. Да. Или нет. Я отвечу тебе, Абрам, показав ещё две могилы. Здесь следов нет. Отлично. Дальше что? Наверное, он ушёл по реке, чтобы сбить нас со следа. С чего ты это взял? Он мог уйти вниз по течению. Если бы он направлялся в лагерь, он бы продолжал идти в том направлении. Если не пытался отцепить нас. Алло? Финна, это ты? Дункан! Стой! Это ты. Всё не так плохо, как кажется. Хотя я не чувствую рук. Не прикасайся к нему. Ты не одна. Хорошо. Нам пригодится любая помощь. Помощь? Для чего? Для спасения Лин. Если у тебя соскользнёт палец, я труп. Ты не мог бы опустить лук. Пожалуйста. Не подходи, Финна. Думаете, это обман? Послушайте меня. Не каждый паразит скинрайдера силён. Понимаете, некоторые из нас могут им сопротивляться. Мы делаем вид, что подчиняемся им, чтобы отвлечь их. Почему мы должны тебе верить? Посмотри на меня. Я избитый, привязан к дереву. Если это сделали не вы, то кто? Зачем им это? Его зовут Джакс. Он псих. Легко заводится. Я сделал так, чтобы он видел, как я говорила с голограммой Финны этим утром. Моей голограммой? Длинная история, но ими нужно манипулировать. Ясно, он меня больше одного никуда не отпускает. Мне пришлось заставить Джакса думать, что он оставил меня по собственному желанию. Ты хотел, чтобы он тебя избил? Нет, я хотел, чтобы он меня оставил. Я не думал, что он меня привяжет. А если бы не привязал? Я бы пришёл к вам. Вы не знаете, где лагерь скинрайдеров. А один я, Лин, не спасу. Серьёзно, опусти уже лук. Я связан. Ты напал на Фину. Мне пришлось. Другие скинрайдеры убили бы её. Лучше её раню я, чем её убьют. Ты всё можешь обосновать. Я вижу правду во всём. Если вы хотите меня здесь оставить, то я не против. Но без моей помощи ты, Лин, никогда не найдёшь. Может, он говорит правду. Покажи мне свою шею. Паразит активен, но я могу его сдерживать, даже мешая ему общаться с остальными. Где лагерь? Найти лагерь очень легко. Сложнее вытащить Лин из того корабля. Если один из них увидит, узнают все. Какой корабль? Старый военный корабль Кариков. Сделаем так. Ты расскажешь, как вытащить Лин. И если ты нам не соврёшь и всё получится, мы за тобой вернёмся. А если у вас не выйдет, я застряну здесь. Это не моя проблема. Это нужно обсудить. Я уже решил. Это не тебе решать. Нет, мне. Лагерь. Где он? Финна. Финна, посмотри на меня. Ты же меня знаешь. Я уже теряю терпение. Где моя жена? Это одна из остановок на пути поиска Таши. Это её могила? Нет. Могила этой женщины. Кто она? Ты её не помнишь. Вы перекинулись всего парой слов, и она была намного старше. Мы разговаривали? В моей первой жизни? Когда умерла Таша. Тебе показать? Что ты имеешь в виду? Мы называем это глубоким воспоминанием. У меня есть ваши воспоминания. Каждое мгновение вашей жизни. Включая даже самое незначительное. Ты можешь показать мне память? Стой. Очень спокойно. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Это был приступ. Мне сказали, что я сделал всё, что мог. Но я уверен, что они всем так говорят. Чтобы не чувствовали вины. Дальше воспоминания из другого места. Идём. Тебе всё равно придётся лечь спать. Это она, Эллинор. Это уже четвёртая чашка какао. В два часа ночи. Вы либо очень любите сладкое, либо стараетесь не уснуть. Возможно, то и другое. Когда моей сестре стало хуже, я возле неё просидела сорок часов. Меня саму чуть не госпитализировали. Спать – это нормалено. Не думаю, что смогу. Потому что боитесь. Боясь, что она может уйти, пока вы спите, и почувствует себя брошенной. Что в этот момент она будет одна. Что вы останетесь один, когда проснётесь. Я бы сказал, что вы хорошо разбираетесь в людях. Вот. Только что закончила. Я не могу взять ваше одеяло. Я же волонтёра. Это моя работа. В некоторых культурах подаренное одеяло означает благословение. Вам необходимо отдохнуть. Помечтать о печальном. О тепле для утраченных. Вы очень добры. Спасибо. В таких местах, в такие времена, нам всем пригодится немного доброты. Ты помнишь этот момент? Конечно. Я о нём почти не вспоминал. После ухода Таши многие были рядом. Посмотри внимательно на то, чего ты раньше не увидел. Кто эта женщина? Я сплю? А как я могу это помнить? Это не твоя память, Абрам, а её. А что она делает? Смотри. Искры? Здесь делать нечего. Даже если искры восстановят ткани вокруг кровоизлияния, мозг слишком сильно повреждён. Мне жаль. Поспите ещё несколько часов. И когда проснётесь, не надо бояться. Это правда? Искры были здесь, когда Таша умирала? Абрам, её невозможно было вылечить. Вы можете создать человека, если захотите, но не смогли её вылечить. Её разуму был нанесён значительный ущерб. Её мозг невозможно было восстановить. Мне очень жаль. Не говори, что тебе жаль. Ты ничего не чувствуешь. Ты машина. У меня твои воспоминания, Абрам. Это не просто картинки. У них все твои эмоции. Я скорблю вместе с тобой. Мне не нужна твоя скорбь. Я хочу вернуть свою жену. Абрам, тишу. Невозможно восстановить. Я знаю, где её похоронили. Возможно восстановить ДНК. Но не разум. Даже если восстановить тело без своей личности, она тебя даже не узнает. Она ничего не узнает. Это будет тело, но не твоя жена. Если ты так хорошо меня знаешь, то тебе не стоит читать мне лекции о справедливости. Пойдёмте. 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 Продолжение следует... Думаешь, ты единственный тут кого-то потерял? А может, еще громче покричишь? Думаю, тебя не все скинрайдеры услышали. Дункан может помочь нам. Мы не можем его бросить. Там Лин нужно... Нет. Не притворяйся, что это как-то связано с Лин. Ты сама этого хочешь. Да. Я знаю, чего хочу. Я знаю Дункана, а ты нет. Фина, вопрос не в том, что ты знаешь, а то, что ты хочешь и на что надеешься. Мне просто нужно время, вот и всё. У нас нет времени. И я не позволю тебе рисковать жизнями ради какой-то любовной фантазии. Ты такой лицемер. За любовь нужно бороться, только если она твоя. Ура. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Эзра ДimaTorzok Это уже похоже на воссоединение семьи. Дима Торзок Ты сломан, Абрам. Так недолго живёшь, а уже сломан. Жизни нечего тебе предложить, потому что жизнь без неё не имеет значения. Волнение молодости, познание окружающего мира – это всё вытеснило чувство одиночества. Мне всё равно, кто здесь похоронен. Это ты. Этот человек доказывает, насколько ты неправ. Ты жил в поселении, Абрам. Ты работал. Ты смеялся. Возможно, ты даже снова полюбил. И у тебя были дети. Этого я точно не знаю. Но знаю, что ты жил, что у тебя была цель. Что ты позволил себе быть цельным. Я надеюсь, что это повторится. Я знал, что ты вернёшься. Откуда мне знать, что ты меня не используешь? Эзра прав. Тебе не стоит доверять мне или кому-то ещё. Пусть мои инструкции докажут вам, что я не лгу. Хочешь, чтобы я ушла? Чтобы ты не сомневалась. Мне плохо от мысли о том, что ты считаешь меня... ...чем-то другим. А это ты? Да. Этот компаньон во мне. Я постоянно с ним борюсь. Он пытается убедить меня, что я тебя не люблю. Что ты мне не нужна. И чем больше он пытается, тем больше я понимаю, что это ложь. Но я не могу справиться один. Ты не должен. Я так долго этого ждал. Если поторопимся, догоним Эзру. Нет. Нет, возвращайся в поселение. В безопасное место. Я думала, ты лучше меня знаешь. Ну, хотя бы будь осторожна. Ты не знаешь, насколько эти люди опасны. Такая история. Я не знаю, как ты видел. И Kelsey кино. Я не знаю, как ты думаешь. Такая история. Пока. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Language. Ты не знаешь. Например, переб Carraa. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok